Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войне! Очередной ронин на канале Архадыр, на этот раз от Кунву Найс. Я понимаю, конечно же, что это очень такой романтический образ. И мало того, что это романтический образ, с учетом того, что это именно вот этот вот деклассированный воин феодональной Европы, значит, это тут тебе и воин, тут тебе и наверняка и клинки, и какая-то вот именно самурайская романтика и прочее-прочее. Но, бля, по факту получается у нас, что у нас ронин их скоро будет столько же, если уже не больше, чем стерхов на Златоустовско-Ворсминском пространстве. То есть уже, ну, причем ронин их я вам показал действительно на своем канале немало, и это были, градация была начиная от шедевров и заканчивая Бирюковским безвкусием, вот этой вот нелепицей. То есть на самом деле, ну, окей, пусть будет. Хотя, опять же, если я, если я, как правило, говорю, что я не люблю, когда называют ножи цифрами, меня это бесит, потому что я это не запоминаю, потом невозможно как-то рассказать, меня спрашивают о каком-то ноже именно какую-то информацию, какое-то мнение, а я так, это же мне нужно гуглить, чтобы вспомнить, что это такое. Вот, поэтому пускай будет ронин, но, опять же, нужно будет... А ты ронин их каких имеешь в виду? От Кунву Найвс? Окей, поехали. Так, клипса самурайская, серая, титановая, дорого-богато, все красиво. Кстати говоря, Кунву действительно такая интересная контора, которая, ну, мало того, что они делают и бюджетные ножи тоже, но в именно ножах, скажем так, назовем их подороже, они предлагают вам такой набор материалов, качества, дизайна и всего прочего, который, ну, в других конторах стоит все же дороже. То есть, я не знаю, сколько на ламни будет этот конкретный нож стоить, этот конкретный ронин. Я предположу где-нибудь раунд 200 евро, что-нибудь типа такое. Посмотрим. Может быть, будет больше, может быть, будет, вряд ли будет меньше, потому что все-таки здесь, я говорю, Кунву, они себя изначально позиционируют вот именно вот в этом секторе не совсем бюджетно, но предлагают вам действительно очень хороший набор за, если вдуматься, разумные деньги. Поэтому будет интересно, угадал я или нет. Итак, Ronin Kudvu Knives. Дизайн домашний, длина 206 миллиметров, длина клинка 86 миллиметров, чуть меньше, чем 3,5 дюйма. Ширина клинка 27 миллиметра, из которых 20 миллиметров приходится на спуске, поэтому толщина по обуху в 3,1 пугать не должна. Обух, зараза, сделали прямо итальянский, скруглили, потому что 3 сантиметра, 3 миллиметра по обуху и 2 сантиметра на спусках, это очень хороший режущий такой именно задел. Финиш клинка Satin. Satin очень мелкий и практически близок в полировку. Так, вес 115 грамм, сталь Elmax 60, 62 единицы по шкале Rockwell заявленная твердость, рукоять Titan, замок Frame Lock, подшипник и, повторюсь, посмотрим сколько он стоит, я думаю где-то 200-250 евро за него Lamnia попросит. Очень симпатичный фигурный бэкспейсер с такой аккуратной-аккуратной малюсенькой втулочкой для темляка. По идее, вот обычно, когда это вот такой штукой, обычно страдает Vox. Но Vox что делает? Он именно на какой-то темно-серый или серый нож, он делает именно бэкспейсер, там ярко-желтый, персиковый, розовый, такие вот тона. И здесь удивляет то, что если у нас вот эта вот втулочка, она такая получается голубая, то ни на осевом, ни на винтах, ни на шпеньке, нигде, ни на шпеньке, прошу прощения, ни на плавнике, нигде мы не увидели повторение этого цвета. Ну окей, пусть будет. Вообще такие ножи, трейлинг-пойнты, назовем-то так, это в каком-то смысле моя слабость, которую я тщательно скрываю. Почему? Потому что я всегда говорю, что мой идеальный тип клинка это скинду. Нож, который одинаково хорош и в рез, и в укол. То есть это прямо для меня универсальная версия. Если мы говорим о более дуракоустойчивой форме, которая, скажем так, больше востребована именно где-то в природе, то это, конечно же, кефарты, а не же кепарты. Тут уж кто, действительно, все по-разному произносят. Вот, то есть это, по сути, удлиненный скиндушник с затупленной такой пулькообразной, пулькообразным клинком. И всякое разное. И спир-пойнты, и прочее-прочее. Трейлинг-пойнты, они мне, знаете, немножко кажутся такими ножами из детства. Это действительно такие вот... Ну я просто помню очень хорошо, что у меня было пару ножиков таких откровенно ларечных. Вот ровно-ровно с такой формой клинка. И с одной стороны, как бы, ну я же уже взрослый дядя, и в конце концов у меня свой ножевой канал. Я здесь вещаю на худо-бедно аудиторию. А с другой стороны, я когда вот такие ножи беру в руку, я понимаю, что, во-первых, это классно, во-вторых, мне это сразу же вызывает какую-то ностальгию, когда я именно с целью просто построгать строгал. Это же ужасно, это же совершенно бесполезное занятие. Строгаешь просто для того, чтобы строгать. Выстругивал какие-то там деревянные, опять же, катаны, там, бокины и прочее, и прочее. Окей, хорошо. В сложном состоянии нож у нас довольно такой немаленький. Очень удобно сжимается в руке. И вот с учетом того, что здесь у нас, и клипса, и самое главное, вот такой вот выступающий плавник, все очень здорово. При молоточном хвате, вот, ну, я такой хват не использую в принципе. Почему? Потому что он именно для того, чтобы где-то кого-то пырнуть, скажем так. Почему? Потому что если мы берем именно молоточный хват для того, чтобы строгать, то я в любом случае буду ставить на плавник палец. Я понимаю, я вот сжимаю за всех сил. Плавник здесь немаленький, и он будет чувствовать, ну, чувствоваться при строгании. Но, опять же, каждый раз, ребята, когда я в кадре разгоняюсь на тему строгания, вы же понимаете, насколько это все условно. Почему? Потому что, в принципе, в обычной жизни, даже вот если брать именно эдисизм как таковой, что бывает, что никакого ножа под рукой нет, там прочие-прочие, пятое-десятое, но если вам действительно нужно строгануть там что-то кратковременно именно в городе, именно как-то вот случайно пошло, уж как-нибудь мы с этим справимся. Здесь не будет каких-то проблем. Все-таки это не Миккеля Вилумсона и не Таша Баруча-ножи, которые просто не строгают некоторые из них прям по определению. Но Вилумсон, я говорю, он стал, когда бюджетку делать, дело пошло на лад. Именно с точки зрения эргономичности ножей, эргономичности рукояти, скажем так. Вот. А если я иду куда-то даже просто на какую-то лесную прогулку, куда-то даже в лесопарк с младшим научным сотрудником, уж что-что, а какой-нибудь элдрис у меня в кармане по-любому найдется. Именно для того, чтобы построгать. Плюс, если не найдется, я возьму у младшего научного сотрудника его какой-нибудь там скаут Мору и им построгаю. Почему бы и нет? Потому что он-то как раз вообще никогда не забывает ножи, для того, чтобы пойти, где хоть есть какая-нибудь деревяшка неподалеку, значит, у него пара ножей точно на кармане. Зато, зато, диагональный хват совершенно разбойничий. Здесь немножко уход такой рукояти вниз. Невероятно шикарная отвертка, но опять же она не для каких-то проколов, потому что, как вы видите, вот если вот смотреть именно, как у меня направляется, грубо говоря, направление вот этого укола, кончик, конечно, смещен очень сильно. И полностью компенсирующая здоровый плавник, форма режущей кромки и задранный кончик. То есть у нас здесь именно какая-то нарезка продуктов, не кухонная, офисная, командировочная, отельная. Она идет вот от сих и вот так до самого кончика. То есть эти ножи, они, вот такая форма клинка, они очень хороши именно без всякого душегубства. Просто элементарно там порезать колбаски, мяско, какую-то себе закуску нашаманить. Так, ну здесь все у нас красиво, ЧПУшно, по-другому не скажешь. Рукоять такая среднегладкая, не скользкая, но абсолютно нет ничего такого, что если только вот движение поперек делаешь, то да, эти полоски отормаживают, но мы, как правило, его и не делаем. В общем и целом, я могу сказать честно, совершенно откровенно, что таких эмоций, как, например, сейчас что у нас был, вот XL вариант, блин, как же он назывался. Сейчас, одну секунду, у меня здесь ТТХ выписано, я посмотрю даже, чтобы, раз уж мы говорим об этом. Так, Седл Монтин, бла-бла, Брэдли Фолл, Пульсар, во, Пульсар, точно. Пульсар XL вызвал у меня, конечно, гораздо больше каких-то эмоций, чем Ронин, но Ронин сам по себе очень хорош, и он хорош, конечно же, в первую очередь для тех, кому нравится вот эта вот именно разбойничья форма клинка. Все, ребят, спасибо за это, и причем я назвал трейлинг-поинт, а ведь это как раз-таки, если учитывая то, что это Ронин, это скорее больше все-таки идет именно отсыл, как вот к этим вот Зукури, там, я даже не знаю названия вот этих форм клинков, которые нам очень сильно продвигают в массы отец и сын Вильямса. То есть здесь именно, я уверен, что больше идет отсыл не куда-то в юга, а скорее все-таки на Дальний Восток. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok